Всем привет, с вами Suicide Vapor и сегодня обзор именно на Drag X. Ну что, поехали? Сразу идем к его характеристикам. Аккумулятор 18650 приобретается отдельно к испарителям серии PHP, зону мощности 5-80 Вт, объем бака 4,5 мл, диапазон сопротивления 0,1 Ом. Вообще, сведение Vapor Drag X Pod Mod Kit это компактный подмод, работающий от стандартного аккумулятора 18650, оснащенный производительным чипсетом GenETT и рассчитанный на работу с испарительной серией PHP, зону устройство достаточно интересное и очень сильно отличается от того, что компания выпускала для него используются вставки из эко-кожи. Купить Vapor Drag X Pod Mod Kit можно в семи исполнениях. Классик, Carbon Fiber, Retro, Mashup, Chista и так далее. По комплекте идет старейный блок Drag X, зонный картридж, испаритель PHP, coil 0,15. Дизайн Vapor Drag X Pod Mod очень сильно отличается от кирпича. Когда я его покупал, я подумал, что это вообще кирпич. Максимальная мощность устройства 80 Вт и обеспечивается она стандартным аккумулятором 18650. Устанавливаем снизу предусмотрена откидная крышка. При необходимости аккумулятор заряжается через разъем Type-C. Он расположен на боковой панели. С особой гордостью в Упу Drag X Pod является установленный чипсет GenETT, который позволяет Vapor получить стабильную работу девайса, рассчитанного на использование режима VariWatt. Производитель обещает, что во время активации платы составляет 0,01 секунды, что для подмода очень хороший результат. Причем интересно то, что девайс рассчитан на активацию, как и при кнопке Fire. Выполненный очень стильно и качественно. Да, хотел вас предупредить, чтобы вы его не брали, потому что он печет как сука. Если вы его купили и прошла неделя, он протекает, лучше его обменивайте либо продавайте. Картридж Drag X. Если верить производителю, то в Упу Drag X Pod используется не просто съемный картридж, а с магнитным коннектором, а полноценный бак. Но тут они, откровенно говоря, немного перегнули. Производитель обещает, что дополнительно для этого девайса можно будет купить адаптер для установки стандартных атомайзеров с 510 коннектором. А это несомненный плюс. Куриловка обдува производится путем движения небольшого бегунка, при помощи которого открываются и закрываются сразу два отверстия с двух сторон, благодаря чему можно выбрать тип обдува очень просто и быстро. Для заправки картриджа необходимо его перевернуть, чтобы открыть небольшую силиконовую пробку и залить 4 мл жидкости. А это немало. А теперь перейдем к тестам. Первое. Навал. Навал, скажу вам, охуенный, тем более если будете барить на 35 ваттах. И еще перед концом видео хотел бы вам посоветовать канал Reviews. Ссылка в описании. Этот парень снимает крутые обзоры на жидкости и на вейпы. Пожалуйста, подпишитесь на него. А всем пока, с вами был Слюцвет Вейпер. Всем пока.